территория приветствую гостей моих подписчиков сегодня значит покажу видео как прокачать тормоза если вдруг какая-то вас ситуация столкнулись там при замене или как-то вы завоздушили систему и у вас мягкая педаль проваливается прокачивать не получается сам такой информации владею потому что вчера так получилось при замене жидкости не уследил за бачком и хорошенько за воздушу но это дело исправил теперь как бы знаю всю процедуру как правильно провести как выгнать воздух из системы из гидравлики и этим с вами поделюсь я порекомендую и покажу действия при выполнении которых вы сможете прокачать тормоза машина имеет свои особенности поэтому все действия нужно строго выполнять соблюдать и так начали такие симптомы это педаль мягкая проваливается причем даже на работающей машине еще сильнее педаль проваливается и не прокачивается первое что нужно сделать поставить машину на яму и осмотреть герметичность системы суппорты шланги нигде нет подтеков не должно быть далее вам нужно заранее обработать штуцера прокачки в дэшкой или какой-то другой жидкости чтобы потом беспроблемно их выкручивать что интересно жидкость которую я слил было ужасно ужасно мутная грязная хотя машина имеет сервисную книжку всегда обслуживалась там официального дилера но это просто безобразие берут деньги и ничего не обслуживают машина имела тормозную жидкость наверно заводы не заменена потому что такая грязь вылилась мути и сгустки также до этого я просто возмущен менял в рулевой тоже была черная жижа выливалась ну кто следит подписчики видели да когда я менял на рулевой жидкость какая там жижа вылилась а деньги берут сервисной книжке все отметки стоят все все меняют якобы меняют но это ладно лирика все это дело как хотят ладно мы обслуживаем дело сами машины и никого не надеемся потому что знаем где мы живем и какие у нас сервисы в общем по по тормозам такое дело что что нам необходимо прозрачная баночка какая то нот у меня на 100 миллилитров лучше больше иметь емкости надо иметь тормозную жидкость роздот 4 я такую рекомендую вы можете использовать любую какая вам угодно я всегда заливаю роздот и доволен этой жидкостью в принципе хорошая также по она неплохая также прозрачную виниловую трубочку нужного диаметра чтобы она вплотную одевалась не сильно широко но дать я даже замерю в какого диаметра вам нужно найти трубочку так 6 миллиметров обязательно прозрачная мягкая сечение штуцера что плотненько одевалась вы чё купили себе где просить врубайтесь видели какая у меня точила у вас профессор точила вообще беспонтовая вы простите на какой барахолки свою от слюнявили а вот и пошли вы нахуй я вам скажу склочность не свойственно уверенным себе врачную бутылку куда будем сливать жидкость жидкость должна быть уже залита вот примерно столько чтобы опустить и видно когда воздух выходит пузырьки то есть опускать кончик трубки под жидкость и чтоб назад она не хлебанула воздуха на всякий случай также ключ на 11 чтобы открывать вентиль прокачки чистую ветошь сразу подложить ее под капотом в районе расширительного бачка потому что сама жидкость очень и токсична и даже разъедает лакокрасочное покрытие поэтому лучше все протирать потом эту жидкость промывать водой все прочее и стараться нигде не проливать но тормозная система она состоит в принципе вот вакуумный насос стоит на гбц первый ряд от него шлангом идет на усилитель тормозов черный вот этот бочонок расширительный бачок главный тормозной цилиндр и два контура трубок идут вот они от тормозного цилиндра на блок esp abs вот у меня есть p h z1 какой-то нумерации в общем не знаю какого поколения сильно тут я и не вникал там тоже стоит моторчик видать клапаны регулируют и распределяет тормозные усилия по колесам на вот на 4 контура то есть два контура и еще потом делится на 4 пока на каждое колесо ну мое представление визуально вот такая система тормозная на машине я вот тут набросал на листочке как она выглядит в принципе система то что я показал на машине вот здесь двигатель гбц вот усилитель тормоза при работающем двигателе должно усиливаться в десятки раз тормозные усилия сам бачок первый контур второй контур esp и вот каждый контур идет по диагонали и прокачка делается тоже по диагонали вот если перед авто вот фары то вот заднее правое колесо заднее левое переднее правое переднее левое вот таким образом прокачивается начинается вот самого дальнего контура и вот так пошли и приходим вот где водительская уже сторона левое колесо предварительно предварительно подключил значит диагностический сканер вася диагност и посмотрел усилие то есть при заглушенном двигателе усилие составляет где-то 8 бар при заведенном машине когда я нажимаю на тормоз увеличивается там до сейчас не помню сколько в общем смотрите там должна быть существенная разница если вот эти даже если проваливаются педаль но у вас должны быть вот эти показаны в системе увеличения хотя бы кратковременно потом пар падает вот эти показания давления так и здесь есть свои особенности поэтому то что я показываю какие действия надо проводить надо четко придерживаться этих действий малейшая неточность и у вас ничего может и не получиться при прокачке все строго делается эта особенность audi в mitsubishi у меня было попроще все это дело замена тормозной жидкости и прокачка тут немножко надо по-другому а сначала вам машину надо поставить на яму ничего там кратить не надо колеса отключить не надо ставьте на яму с ямы хороший доступ штуцерам осмотрите сразу все шланги все суппорты на герметизацию чтобы нигде ничего не подтекала система должна герметично быть чтобы прогонять воздух выгонять надо сначала осмотреть полностью на герметичность никаких подтеков нигде не должно быть все должно быть герметично и сразу пройдитесь по штуцерам в дэшкой или какой-то другой жидкостью чтобы штуцера потом откручивались легко потому что они могут маленько прикипеть прижаветь и прочее так подключите вас в диагност и посмотрите как работают тормоза там есть раздел в езде давление значит в тормозной системе при заглушенном машине там где-то до 8 очков накачивается давление и даже если у вас завоздушная смесь и завоздушенная гидросистема но все равно вы когда качаете должно создаваться там не менее 8 бар при герметичной системе завели там в десятки раз что-то чуть ли не до 60 бар по-моему я точно не помню но это не важно то есть посмотрите сами разберетесь если у вас эти показатели выводят вася диагноз значит можно приступать моим дальнейшим действиям то есть проверили там 30 бар ну допустим есть при заведенном так и к работе я рекомендую все таки не вдвоем а втроем один значит под машиной второй за рулем третий расширительный бачок он небольшой поэтому часто надо подливать несколько прокат два раза прокачали уже надо подливать если третий раз начать прокачиваться и просто опять в воздух загоните в тормозную систему поэтому лучше третий тогда вы проделать эту процедуру быстро и более безопасно и так оставляем значит машину заведенной ставим ее на нейтралки на ручник все выходим из машины или один остается за рулем а двое ассистентов один расширительный бачок второй под машины сейчас под машину я сам залезу так значит открываем расширительный бачок доливаем до верт далее видео должно показано процедура но я ее монтировать не стал думаю не неинтересно будет вы все равно это дело пролистнете прокачка в принципе каждый ребенок знает как и прокачивать ничего сложного оригинального нету процедура стандартная давайте я лучше покажу вам окошечки в сидите итак открываем вася диагност переходим главную меню выбираем выбор блока управления электроника тормозной системы настраиваемые группы и смотрим где у нас давление вот тормозное давление 0053 показано сейчас два бара нажимая на тормоз видим 43 бара система прокачана работа нормально сейчас завожу и проверяем проверяем на заведенный два бара нажимая видите до 60 бар доходит то есть усиление тормозов работают вакуумный усилитель работы прокачану все работает я уже проехал пробное посмотрел работу абс все прекрасно получилось хотя вчера машина вообще тормоза отсутствовали и так это был мая подписывайтесь на мой канал спасибо за просмотр и пишите в комментариях что не ясно чего не понятно подписывайтесь и пока до новых встреч а